доброго времени суток друзья здравствуйте гости и подписчики моего канала сейчас я представлю вам новый силикон этот силикон практически еще нигде не практически он вообще еще нигде в торговых сетях не представлен вот это далеко не все что есть у меня в наличии что я могу предложить и показать вот все просто не умещается вот у меня такие стопки всевозможные цвета все не умещается у меня на моем рабочем столе хотя ради этого видео я приблизительно приблизительно не скажу что вернее хорошо приблизительно ну скажем так я навел здесь порядок чего бывает крайне редко поскольку человек я не молодой ну скажем так и не старый как мне недавно объяснили но тем не менее как на виду порядок я потом ни хрена не могу найти на своем рабочем столе вот вот пошел я на такие жертвы ради вот этого силикона вот можете посмотреть специально вожу медленно потом буду рассказывать о каждой модели отдельно вот вот такие вот цвета есть такие вот модели это вот кайманчик этот силикон пришел ко мне из германии разработчиками и не так разработчиками этого силикона являются два моих хороших товарища друга это вадик медзер вадим вальдемарович медзер трехкратный чемпион германии по ловле спиннингом вот участник многократных соревнований по стритфишингу неоднократно был призером победителем этих соревнований которые происходили в оландии в частности три года назад когда был первый в истории ну пафосно звучит но это правда первой истории человечества чемпионат мира по ловле стритфишингом прошу прощения вадим вальдемарович вместе со своим напарником лёша кстати вот забыл парня лёшенька будешь смотреть привет тебе он там учится или учился уже три года прошло паренек из питера они могли бы стать чемпионами если бы не подлянка со стороны двух немецких спортсменов ну это так к слову да то есть просто чтобы вы понимали какие люди разрабатывают и второй человек который является хозяином этой торговой марки которого знает вся германия который тоже трёхкратный чемпион германии по ловле на спиннинг человек который неоднократно печатался и о нём пишут и снимают видео знает и знают европе который является плюс ко всему рыболовным гидом устраивающим рыбалки во всей европе рыболов эксперт эксперт магазина магазин правильно не выговорю поэтому не буду даже коверкать в общем просто прекрасный парень это саня кормилюк его в германии знают но как бы не русскоязычная как олик кормилюк вот это их вместо совместное творение саня придумают саня большая умница голова вадик добавляет что-то свое много тестируется из всего этого короче вот этот силикон в таком количестве это вообще впервые ну и в жизни да почему потому что раньше выпускался очень маленькими партиями были доработки были скажем так нарекания по поводу упаковки по поводу цветовой гаммы все это обкатывалось если кто смотрит канал вадима медзира те знают что он начал ловить на этот силикон уже два года назад и вот до сих пор нет в продаже вдумайтесь как люди ответственно относятся к созданию вот этого силикона он конечно попадает в него очень маленьких ограниченных количествах на продажу но только на выставках вот так чтобы он лежал в магазине где-то его пока нет и вот ребята для того чтобы популяризировать свою продукцию и хороший силикон прислали мне поскольку очень активно на него ловить я стал еще в прошлом году весной у меня попадались отдельные модельки в частности очень я жалею что они все-таки другое название придумали вот этой вот резине но и уже видели в моем видео не один раз они ее назвали совершенно по-другому я ее называть их называть елочка тоже не так как она звучит ну в оригинале я называю кайман потому как ну ну я не знаю у меня язык не поворачивается к другому я вам покажу цвет это не все которое улеглось ну как бы на моем столе но вот 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 это вот приманочка с другой стороны вот сейчас просто покажу чтобы не быть голословым многие видели я даже вскрою ну ладно одну достану посмотрите посмотрите это же настоящий крокодейл кайман самый настоящий кайман то есть огонь жалко что я не знал об этой резине когда они придумывали название ну ладно вот вот такая вот песня значит сейчас я попробую вкратце рассказать о каждой потому что практически каждая из этих штук я ловил за исключением допустим вот только вот этой вот она мне не попадалось во всех цветовых гаммах но у меня есть видео где мы с вадимом вдвоем на одном из озер водохранилищ испании вот мы ничего не брали с собой кроме вот этого вот и двух ультралайтов мы поймали ну приблизительно так чтобы никто не считал чтобы не соврать но вдвоем там буквально за три-четыре часа до заката мы поймали штук наверное 300 400 басов то есть это было просто огонь рыбалка у меня есть видео наверно потому что из испании это многим не интересно многие себя не видят в испании она как бы ну не очень популярная но тем не менее но если вы можете убедиться в правдивости моих слов да и врать мне незачем то есть человек который и купит потом ну как бы нехорошие слова будет говорить это мне не нужно начать повторюсь как я уже делал анонс первом своем видео все это можно будет купить у меня ни у кого более начать кроме вот этого силикона который я вам покажу я еще точно не знаю сколько этот будет стоить это вон как бы производстве но не такой как вот эти вот все остальные вот этот будет немножко дороже вот такой вот силикончик посмотрите но я расскажу о каждом вот видео будет длинная короткая не будет пачка вот такого силикона будет стоить для украины 88 гривен для других стран на можете перевести в свою соответствующую валюту это 275 евро можете переводить в доллары в рубли в фунты я не знаю куда в общем кому интересно отправлю в любую страну мира включая америку но американцы должны знать вот уже отправляя не первый раз посылка в америку чудом приходит иногда быстро но как правило это минимум 60 дней то есть такое ощущение что это они собирают контейнер а потом этот контейнер переправляет то есть вот до попадания в америку уже три раза у меня было такое это 56 дней плюс потом неделя в америке но это так мелочь а сейчас вкратце обо всем рассказать на рынке смогу смотреть не захотите я вам расскажу об этих прямо стали оставил всего но это тоже уберу пожалуй всего две мои самые любимые приманки с которые впервые ну как бы сразу познакомился с торговой маркой кило фишинг на вот я вам сейчас покажу просто размеры вот покажу свои говорящие руки вот посмотрите вот так выглядят эти маленькие кайман щеки я не буду ломать язык как называется это приманках ну как бы у них да я их буду называть так как я привык так как мне больше нравится водками кайман щеки ультра лайтовые вот такие вот расцветочки вот такие вот расцветочки вот ну не знаю мне тяжело конечно все делать камера впереди посмотрите какой под свет идет от ультрафиолета вот посмотрите кайман щек это тот который спинка у него коричневая да вот посмотрите как он подсвечивается сейчас я попробую выключить цвет и вам покажу вот смотрите увидите что творится он просто как огонь горит вот точно так же есть вот такой вот кайман щеки сейчас вам покажу смотрите он так вот морковочка да и посмотрите как он горит в ультрафиолете когда он это самое то есть это та приманка с которой я познакомился впервые вот посмотрите цветовую гамму сейчас я их будут как бы показывать вот по размерчиком если надо будет я потом описание кину вот если вам это действительно необходимо вот есть очень маленький ультралайтовый просто ну смотрите вот пожалуйста сейчас вот возьму наверное линейку вот я вам показываю длину этой приманочки видите вот вот такая вот песня вот есть немножко побольше размеры есть вот такие вы посмотрите какие цвета вот ну есть видео как вот этот цвет вечерние часы просто рвал басом и кстати ну вот очень поздно я как бы не то что поздно попробую у нас в украине я провалил на на таких вот вот маленьких кайманщиков я ловил на них это не подсветочка такая все-таки покажу как он выглядит в живую не хочется конечно раскрывать чтобы потом ладно я на большом покажу ну я думаю надеюсь видно и тут есть вот такие вот проблески вот этого цвета то есть пауку не работает великолепно работает по белому хищнику но нужно без загрузки с 0 3 там но 0 2 вот таких вот в очень легеньких весах нужно использовать этот самый джигалов очку вот вот такие вот цвета это вот ярко-ярко красный цвет очень хорошо когда вот холода до по окунь-ку когда вот вылазит мотылек вот очень по цвету мотыль кому упаковочка очень жесткая видите ничего не проламывается ничего не это самое кстати упаковка четырежды менялась на этих приманках четырежды менялась упаковку посмотрите какой жесткости то есть тут ничего у вас не сломается не замнется и так далее то есть если это упаковка, то это упаковка очень высокого качества. Поэтому и ценник ребята на них, ну для Украины не совсем бюджетный, потому что льется это не на кухне. Это промышленное производство. Это великолепная резина по качеству. Это вот мое личное. Не чужое. Я вам сейчас покажу. Вот так выглядит кайманчик. Вот такой вот. Смотрите, какой он живой. На большом каймане я расскажу, почему вот это вот, ну все, откуда оно все произошло. Посмотрите, какая великолепная резина. Я его, конечно, поставил здесь аквариум, показал вам, как это все ведет в воде. Но, ребят, тогда, учитывая ассортимент этого силикона, мне не хватит и часа времени, чтобы познакомить вас конкретно с этой, ну, приманкой, с этим, скажем так, с этим силиконом. Посмотрите, вот какой малюсенький, розовенький. По форели работает. В горных реках обкатанный. По горной форели, по головлю, по езю. Забыл, как еще рыбка называется, такая маленькая. Мы с Вадей ловили на олене. Не помню, забыл. У меня в видео есть, но в моих рыболовных путешествиях эта резина мелькает постоянно. Вадик ее постоянно тестит. Постоянно о ней рассказывают в своих видосиках. Цветовая гамма, вы сами видите, на любой вкус, на любой. То есть, какой хотите. Сейчас попробую. У меня, по-моему, такого цвета и нету. Ну, в таком размере. О, сейчас покажу. Посмотрите. Вы видите, а? А? Силикон. Ёлы-палы. Вот скажите мне, что это не рабочий силикон. И вы враг мой на всю уставшуюся жизнь. Я, конечно, могу понимать, что есть разные мнения, но врать насчет того, чего работает, ну, извините, я хаять ничего не хаял. Вот. И не рассказывал бы в жизни, если бы мне оно не работало. Тут вообще... Так, ладно. Скинул его туда, потом поправлю. Значит, вот такие вот силиконки. Тоже они как бы... Вот, ну, даже вот этот. Ну, ладно. Все-таки покажу. Я вот не могу удержаться. Почему? Потому что... Я все-таки одну открою. Посмотрите, какое цветовое решение. Видите? Перламутр с одной стороны и розовый с другой. То есть, это все двухцветные приманочки. Выпускались они еще... Ну, начиналось это все два года назад, когда у нас в Украине еще двухцветный силикон. Не то, что там лилии единицы, его практически не было. То есть, еще раз повторюсь, это не кухонная выпечка. Это вещи, которые делаются промышленными способами. Обалденное качество. Так. Вот такой вот. Ну, это я уже показывал, да? Силикончик. Рассветочки. Теперь перейдем к большому. 10 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук в пачке. Вот. Написано. Не буду язык вам ломать, как оно все называется. Миминоки. Вот. Миминоки. Но для меня это всегда был кайман, и он для меня останется как кайман. Посмотрите, какие цветовые решения. Вы посмотрите, это же просто огонь. Вот я вам показываю одно, да, цветовое решение. А вот, смотрите, следом идет следующее. Ну, найдите мне еще такой силикон, такого качества, за такие деньги. Это просто зверсть. Это просто огонь. Вот такой кайманчик. Вот такой с блестками. Ой, господи. Мне, когда эта посылка пришла, мне Вадя сказал, Гена, мы тебе с Аней тут отправили. Вот. Я просто не поверил, потому что постоянно были какие-то изменения. Повторюсь, постоянно были изменения в этот силикон, в упаковку, в его это самое. Теперь вот я вам расскажу. Это мой кайман. Это уже пробованный. Это уже на него ловилось. И судак ловился. По-моему, леща мы одного поймали даже. Вот, смотрите, вот. Ну, смотрите, почему сегменты вот такие, да. Вот видите, вот как Вадя называет елочкой. Вот, не поленился, я нашел оффсетный крючок. Хотя это не для такого силикона, это, ну, больше для червя. Но я вам сейчас объясню ситуацию. Этот силикон можно подцепить стандартно. Вот так. Вот. И это будет стандартная силикошка, которая будет работать, как все обычные силиконы. А можно его подцепить вот следующим образом. Сейчас я вам покажу. Вот так. Вот. Вы завели крючок и спрятали его вот сюда. При такой вот ситуации, видите, его практически не видно. Ну, просто можно вот так вот прижать его к телу. Ну, и повторюсь, это оффсетник не для этого силикона. Он загоняется сюда. Можно спрятать конкретно в тело. Можно поставить его... Он, короче, вот эта елочка прикрывает жало этого самого очень хорошо. Смотрите, как он прижат. Да? И в случае поклевки это мгновенно открытая штука. То есть, и плюс игра меняется кардинально. То есть, рыбка плоская вот так. Можно ее поставить. Вот так поставить силикон стандартным этим самым. А можно его... Ну, сейчас я, конечно, не разверну ухайдокою. Ну, в принципе, я надеюсь, что тем, кто ловит, понятно. Можно поставить вот такой вот в ситуации, как кайманчик. А можно поставить как рыбку. Вот таким вот макаром. Протыкаете сюда. Жало выходит. Вот. И ваше жало спрятано вот. И жало получается вот ложиться вот в эту штучку. Ну, как бы в этот пазик. Вот в чем кардинальное отличие того от этого. Сказанул. Вообще, как черномырдин елый палый. Того от этого. Здесь вам не то, да? Здесь вам не того. Вот такой вот силикон. Вот это вот самый любимый силикон, который разработал Саня с Вадиком. Которым я очень много ловил. И который просто отлично работает по любой рыбе. У меня он есть. Его мало. Никита не даст соврать. Мы еще в прошлом году начинали. И у меня и на видео есть. И как окуней мы с ним ловили на этот силикон. И так далее. Это вот моя пачка. Есть вот белый. Есть вот такой цвет. Смотрите, вот. Я не знаю. Ну, мы между собой называем это абрикосовое варенье. Вот такой цвет. Я не знаю, как он называется. Этот самый. Ну, в общем, вот это червяк. Это плавающий червяк. Ну, и тот тоже, естественно. Сейчас я вам просто покажу из своей пачки. Вот. Как это все делается. Вот смотрите. Вот какой червячок. Смотрите, как он растягивается. Вы видите? Вы видите качество резины, да? То есть, убить этот червяк практически невозможно. Его можно подцепить, как веки. Можно оборвать кусочек, подцепить, как этот самый дропшот. Есть у Сани видео, но оно на немецком языке. Я же говорю, что если я буду снимать про каждую резину в аквариуме, у меня не хватит времени до завтра. Вот. В воде он стоит вот так. Кверху. Ну, в общем, короче, на 11 часов, как у хорошего казака. Вот. Ну, еще раз повторяюсь. Посмотрите, качество силикона. Вот можно убить? Можно убить такой силикон? А? Смотрите, какая прелесть. Это очень хороший. У меня в Испании мне Вадик Кададало у нас на двоих была одна пачка. Представляете, какое это богатство сейчас лежит у меня на столе. У нас на двоих было, по-моему, одна или две пачки. Был белый и был, по-моему, розовый. Такого даже не было. Вот. Мы с ним долбили на это баса великолепно. То есть, баса это далеко не слабая рыбка и у хайдока силикон может элементарно. Элементарно. То есть, прекрасная приманочка. Вот это вот червячок я не знаю. Как пассивная приманка для микроджига, для дропшота, окунь. Всю любую рыбу он ловит. Ну, вот такой вот, я не знаю, как они ее там назвали. Магу бейт. Вот так. Ну, я не знаю, правильно я говорю, неправильно. Значит, вот этим у меня опыта мало. Всего несколько рыбалок, да. Но тоже он зарекомендовал себя очень хорошо. Повторюсь, силикон здесь очень хорошего качества. Он не рвется, как вот эта сопля, которая, знаете, как бы, ну, в общем, смотрите сами. Вот. Очень живые лапки, очень живые. Ну, видите, как он у меня в руках трусится. Он прекрасно будет создавать вот эти вибрации, если у вас есть хотя бы небольшое течение. Если нет, то, в принципе, как бы он работает и без течения. То есть, этот силикон, ну, много не могу про него рассказать, потому что я не ловил на него там 10-15 рыбалок. Но то, что он рабочий, 100%. Он такой, ну, видите, далеко не плоский, объемненькая такая приманочка. Вот. Ну, на что она похожа, я не буду говорить. Там, личинка стрекозы, не личинка стрекозы. Это, ну, в моем понимании не столь важно. Важно, как оно играет и какого оно качества. Так, сейчас перейдем к другому. Кстати, цвета кайманов тоже показал не все. Вот вам говно сирень. Вот вам абрикосовое варенье. Вот вам белые. Вот кто, ну, короче, по окуне, по судаку, по пассивному, летом, в жару. Вот многие знают, как работает вот этот вот силикон. Это я так вернулся, потому что, ну, если я буду про все, вот смотрите, какой еще один кайман цвет, а? Господа, вы посмотрите. Это просто огонь. По-другому не могу сказать. Это я помню, это мы хорошо ловили на эту осу. Очень даже, сейчас посмотрю, где у меня моя есть с Испании, привезенная. Кстати, Санька еще не все мне прислал. Вот еще есть у них вот такой вот силикончик. А огненный, огненный, но у меня его, к сожалению, нет. Вот. Как он? Shadow Fish называется. Вот. Это мой личный, но имеется в виду на продажу. Вот силикон ОСА. Многие, если посмотрят, увидят, как мы дубасили на этот силикончик. Сейчас я открою, достану одну, покажу вам, как на этот силикончик мы ловили БАСА. я ловил здесь окуня на этот силикон. Вот. Вот сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так. Очень такое упругое. Вот. Видите? Тоже с прорезью можно сюда спрятать. Ну, надеюсь, видно будет в этом самом. Маленький, небольшой, афсетничек ультралайтовый сюда поставить. Очень живой кончик. Ну, как еще? Я не знаю. Я надеюсь, сфокусируется камера. И он не сопля. Вот он, смотрите, тоже очень такой жесткий силикон. То есть, он на крючочке, на овсетничке или на микрушечке, он вот шевелится, вот как гремучая змея, да? Вот тельце у него упругое. Даже когда обрывал БАС вот этот вот хренопень, можно было подцепить, ну, самое боевое. Сейчас я вам покажу, только, ладно, есть вот у меня тут вот такие овсетнички. Я вам сейчас покажу. Хотел найти одинарник, но ладно, покажу, как овсетник. Вот смотрите, если у вас оторвался вот этот хвостик, просто цепляете вот так, ну, представим, что это одинарный крючочек, и все. И окунь отзывается даже на такое. Вот. Ну, на овсете, это, конечно, овсетник немножко, немножко, да, нормально. Вот, смотрите, на такой овсетничек можно одеть. Сейчас я посмотрю, только, с какой стороны прорезь. я вам покажу, как оно выглядит на овсеточке. Вот, одеваем сюда. Смотрим, где у нас жопка. Вот она. Вот, посмотрите, крючочек, как у нас лег в прорезь, Видите? Вот сейчас сбоку покажу. Четко утопилось, жалко там. И вот, смотрите, какой хвостик. Цап-царап, и рыбка здесь. Вот такая вот эта. Сейчас я вам покажу, ну, чтобы долго не затягивать, вот какие цвета. Вот, на вот этот баса дубасили, видео есть. Вот этот цвет, вообще огонь, знаете, какой, да, все это, где мой фонарь? А, вот он, сейчас, сейчас. В ультрафиолете. Ну, надеюсь, видно. Я попробую. Видите? Видите, как горит? Вон. Еще и внутри. Вы видите? Вот так вот. Вот такие вот тут цвета. Это тоже самое, вот горит в ультрафиолете. То есть, цвета есть разные. Вот есть розовые, перламутровые, вот, есть вот такое вот, ну, абрикос, не абрикос, не знаю, с блесточками, есть вот такой вот золотой. Вадя, будешь смотреть, вот такого не прислали, или, наверное, не запустили еще в производство, или кто его знает. Но, во всяком случае, тоже вот эта рыбка очень здорово себя показала, хоть у меня ее нет на продажу, но я вам все равно ее покажу, и расскажу про эту рыбку, хоть две секунды. Смотрите, какая рыбочка. Видите, то же самое, прорези, глазки, с этой стороны вот, прячется, с этой. Вроде бы, такое жесткое, да, кельце, да, вот жесткое. Смотрите, какой хвостик. То есть, для микрушечки очень даже ничего, очень даже хорошо. Вот жалко, но у меня только одна пачка. Вот эта вот стоит дороже, она будет стоить не 2,75, я не помню точно, я уточню. Я перезвоню ребятам и уточню по поводу этого силикона. Вот, очень хороший силикон, по судаку работает, по щуке. Вот, посмотрите, прекрасного качества, тоже с глазками, тоже с этими самыми, с пазами под овсетничек, очень живой, пяточка. Посмотрите, толщина этой пятки. То есть, если у вас присутствует течение, то это не будет вот это такое. Это будет нормальная такая, низкочастотная игра. То есть, очень хороший силикон. Забыл просто сказать, вот этот вот силикон, который будет дороже, чем обычный, да, ну, вот тот, который я говорил, уточню. Вот есть всего 2 пачки, всего. Я, конечно, он будет поштучно, наверное, потому что я, ну, я не смогу, я себе по пару штук оставлю обязательно. Вот он, вот только всего, вот это вот, все его количество, больше нет. Ни цветов, ни количества. Очень жалко, очень жалко, что ребята мне не прислали. Есть у них еще вот такая вот модель, вот, фурошу, если я правильно читаю, 7-сантиметровая, ну, многие знают, как бы, полярисы, шмалярисы, вот, если бы у меня было больше, я бы рассказал бы тоже про эту, вот, ну, по-другому. Но есть у них и такое, в общем, я думаю, это молодая, очень новая торговая марка, у них еще все впереди, поэтому я надеюсь, что будет у меня и такое. Вот вкратце, потому что мог бы рассказывать, вот о хороших вещах я могу говорить долго и много. Вкратце о том, о чем хотел рассказать, не скажу, что его супер много, но ящики есть. И пока, вот, скажем так, у меня такие пятиштучные эти самые упаковки, если вам нужно, если вам нужно, пожалуйста, оставляю здесь, ну, не в титрах, а скажем так, вставлю в видео, свой номер телефона, на котором у меня есть WhatsApp, у меня есть Viber, Skype не люблю, потому что не всегда включен, сильно грузит систему, но в принципе могу и по Skype. Оставлю мыло, если вам интересно, пожалуйста, пишите, звоните, силиком пока есть, кому надо, договоримся. По Украине новой почтой, во все другие страны обычной почтой. Вот такая вот у меня информация. Очень надеюсь, что вам это полезно, интересно. Всем мира, добра и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok